здравствуйте друзья в этом видео отвечу на вопросы наших зрителей нужно ли подсвечивать посеянные семена до появления всходов то есть тема света всхожести семян многие огородники задают этот вопрос после посева семена для того чтобы появились сходы подсвечивать не нужно до появления всходов вы можете вообще ничего не подсвечивать главное условие всхожести это глубина заделки семян это наличие влаги одно из основных условий наличия влаги и температура вот три кита на которых зиждется дружная и ровная всхожесть наличие света в этих процессах практически никакого влияния не имеет по исследованиям ученых достаточно на одну секунду включить свет и такое количество вот буквально зажигалка щелкнуть при посеянных семенах и этого света уже будет достаточно все зависит вот схожесть почему эта тема вообще взялась все зависит от размера семян чем мельче семена тем ближе к поверхности почвы они должны располагаться чем крупнее семена тем глубже их можно заделывать мы об этом все прекрасно знаем друзья но в среднем 2-3 диаметра семечки глубина заделки да вот мелкосемянные растения такие как петуния 10000 семян в одном грамме либо бегония вечно цветущая порядка 50000 семян в одном грамме понятное дело эти семена невозможно нельзя ни в коем случае заделывать особенно полностью присыпать их располагаем практически на поверхности в крайнем случае вот мы чаще всего мы их заделываем раскладываем и засыпаем песочком так чтобы верхняя часть семечки просматривалась но не для того чтобы верхняя часть семечки подсвечивалась до получала какой-то свет а для того чтобы проросток который очень слабый мелкая семечка имеет слабую энергию прорастания и насыпанную поверх такой семечки слой почвы этот проросток не сможет раздвинуть поэтому мы и располагаем практически на поверхности слабый проросток просто выйдет из-под оболочки и начнет развиваться вот почему мы располагаем ближе к поверхности эти мелкие семена в то же время крупно семянные которые считаются они как бы не светов схожи им свет не нужен да не нужен и мелким но крупно семянный просто любое семечко крупная она сможет проткнуть как простыми словами вот этот слой почвы у него такого семечки большая энергия прорастания она вылезет до из-под камней вылазят вот эти с крупных семян мелкий не может просто не дойдет до поверхности до солнышка поэтому подсвечивать мы вот когда начинаем выращивать в комнатных условиях есть возможность плошки расставлять лампы светятся у нас но лампы светятся потому что они у нас подсвечивают дают температуру для всхожести как известно нужна хорошая температура не ниже 20 градусов чтобы дружная всхожесть было да вот именно по этой причине мы свои посевы подсвечиваем для поддержания температуры лампы хорошо нагреваются люминесцентные либо даже светодиодные и повышают температуру но если бы у нас температура была там и без ламп достаточно высокая мы бы и не подсвечивали не заживали вот эти горячие лампы и друзья вот самый важный момент здесь по подсвечиванию это не опоздать с включением подсветки когда появятся всходы потому что если появятся всходы а света не будет то понятное дело не начнутся без освещения процессы фотосинтеза растение не позеленеет не начнет накапливаться органическое вещество растение будет слабо растение будет тянуться вытягиваться куда она будет вытягиваться и почему растение вытягиваются без освещения либо при малом освещении да потому что растение тянется к свету но это уже проросток это не семечко тянется к свету а именно появившийся из этого семечки проросток для чего тянется к свету для того чтобы начались процессы фотосинтеза вот что главное до момента всходов можно не подсвечивать при появлении всходов а еще лучше чуть-чуть даже заранее потому что но дружные всходы на сто процентов дружные но это практически невозможно может быть в лаборатории все равно какое-то семечко раньше какое-то позже появляется поэтому друзья вот и желательно даже пораньше за день до появления всходов если мы знаем что 35 дней всходы томатов то через три дня уже надо ящики расставить либо заглядывать каждый там каждые несколько часов туда и все равно можно про просмотреть это поэтому заранее подготавливаем обеспеченность светом появляющихся всходов растений вот когда уже необходимо обеспечивать растения светом по полной программе надеюсь на этот вопрос ответил кому он был интересен пишите в комментариях свое мнение об этом вы ну и конечно же продолжаем выращивать растения всего вам доброго до свидания до новых встреч